Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях политический аналитик, председатель исследовательско-аналитической общественной организации интеграция и развитие, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Веленович Сафарян. Добрый день, Арам Веленович! Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Арам Веленович, 26 апреля в Ереване состоялась конференция Евразийского экспертного клуба, координатором которого вы являетесь «Суверенитет и независимость. Угрозы и вызовы для современной Армении». Какие главные результаты конференции? Спасибо большое за вопрос и спасибо за ваше конструктивное участие в подготовке и проведении этой конференции. Хочу сказать, что мы хотели, задались целью привлечь внимание армянской общественности, интеллектуальных кругов, научно-экспертных кругов и не в последнюю очередь дипломатов и политиков к сложной теме независимости и суверенитета, к существующим угрозам и вызовам армянской суверенитету и армянской независимости современной. Мы хотели понять для себя, посредством экспертных наработок, каким мы противостоим современным актуальным угрозам и вызовам. Хочу сказать, что присутствие на этой конференции временного поверенного в делах Российской Федерации в Армении Синегубова, чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Армения Имамбаева и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка придала очень большой вес, серьезный вес нашей конференции. А главным докладчиком у нас выступал главный научный сотрудник Института международных отношений и мировой экономики Российской Академии Наук, доктор исторических наук, наш хороший друг и коллега Александр Крылов. Местные эксперты тоже были у нас очень сильные. Один сильнее другого, один известнее другого. И наши местные эксперты тоже на большом, хорошем, научном, экспертном уровне поделились с присутствующими своими знаниями, наработками в этой области. Мое мнение такое, что и это послужило поводом для организации этой конференции, что после 44-дневной войны, после горького нашего поражения в этой войне, мы противостоим очень серьезным угрозам. И со стороны наших соседей Азербайджана и Турции, и при неблагоприятном стечении обстоятельств в нашем большом регионе, как хотите, большой Ближний Восток или южное направление Евразийского экономического союза, у нас есть над чем подумать для укрепления нашей независимости и нашего суверенитета. Сейчас наша главная задача – это сохранение территориальной целостности Республики Армения в нетронутом, хорошем, надежном виде, нахождение тех союзнических, партнерских отношений и с Российской Федерацией, и с остальным миром, с тем, чтобы укрепить наш суверенитет, с тем, чтобы углубить наши взаимовыгодные отношения для сохранения нашей независимости и углубления нашего суверенитета. Ну и, конечно, современные другие угрозы, которые присущи не только нам, но и многим государствам, в частности, нашим союзникам по ЕАЭС и ОДКБ. Здесь и киберпреступность, и противостояние Запада и Востока, здесь и региональные угрозы, и внутриполитические вызовы, неспокойная атмосфера в ряде стран, известная обстановка, я об этом не буду говорить, потому что это не моя узкая специальность, поэтому, кто понимает, тот понимает, и еще лучше. Все-таки я думаю, что конференция удалась. Широкое участие армянских средств массовой информации, телеканалов, присутствие там уважаемых представителей армянского научно-экспертного сообщества, все это способствовало успеху нашей конференции, и я думаю, что сейчас, через два дня после этой конференции, все-таки очень много людей, благодаря этой конференции, этой тематике, начало серьезно задумываться над этим вопросом. Пресса будет писать об этом, это тема, которую будут обсуждать политики, это наша цель, подготовить армянское общество к серьезному анализу, предотвращение, преодоление тех существующих угроз и вызовов, которые серьезно мешают нашей стабильности и безопасности. Вот вы отметили основные угрозы и вызовы, которые стоят перед Арменией, перед суверенитетом. Армения уже на протяжении нескольких месяцев находится в глубоком политическом кризисе, и предстоящие парламентские выборы, видите ли вы их выходом из этого кризиса? Спасибо за вопрос. Я как член общественного совета Армении еще 4 декабря в присутствии премьер-министра Армении озвучил необходимость проведения досрочных выборов в парламент Армении как единственного средства разрядки существующей внутриполитической напряженности, как выяснению и нахождению тех политических сил, которые в обозримой перспективе будут рулить государством, которые будут направлять наше общество на решение существующих внутри и внешнеполитических глав. Я думаю, что наше общество ценой чрезмерного противостояния, поляризации политических сил, внутриполитического раскола и ценой нестабильности, которая угрожала и продолжает угрожать целостности и стабильности и безопасности нашего государства, мы пришли к тому, что нам нужно проводить эти выборы. Что же, я считаю, что цивилизованные выборы на хорошем уровне, прозрачные выборы, понятные для общества, результаты, приемлемые для основных политических сил, результаты этих выборов будут способствовать тому, что значительная часть внутриполитической нестабильности будет снята, напряжение будет спадет. Есть, конечно, прогнозы того, что эти выборы не будут окончательным ответом, потому что они не смогут решить все вопросы и успокоить все общество. Я не хочу быть ни циником, ни каким-то глубоким прогнозером, прогнозистом в этой области. Нет, я не буду прогнозировать. Мы это с вами вместе сделаем сразу после выборов 20 июня. А сейчас я просто скажу, что эти выборы просто необходимы для того, чтобы наше общество успокоилось, для того, чтобы политические силы поняли бы, чего ожидает от них наше общество, и чтобы дальнейшее развитие армянской государственности, армянского общества шло по направлениям, которые начертают основные политические силы в ходе предвыборного марафона. Арам Веленович, Армения на протяжении долгих лет ввела комплементарную политику и с Россией, и с Европой, и в связи с последними изменениями конфигурации региональной. Как вы считаете, как в дальнейшем должна развиваться внешняя политика Армении? Спасибо. Я так понимаю, что вы тоже разделяете мое мнение относительно необходимости частичного или даже, может быть, принципиального пересмотра внешнеполитической концепции Республики Армения. Война, последняя война показала, что многое стоит пересмотреть в наших отношениях. И в первую очередь, наше общество в целом, в своем большинстве, ожидает от властей принципиального укрепления и углубления отношений с Российской Федерацией. Если попытаться суммировать взгляды, которые есть в обществе, это две большие группы. Первая группа, и я принадлежу, как и вы, к первой этой группе, считаем, что вплоть до создания союзного государства Армении, Россия, стоит серьезно надумать над обновлением наших стратегических союзнических отношений. Обновление именно в такой глубокой степени, чтобы это максимально соответствовало нашим национальным интересам, нашим ожиданиям от стабильности и нашим ожиданиям от максимальной безопасности нашего маленького государства. Есть другие силы, которые более умеренные в этом вопросе, скажем так, центрические силы, которые просто говорят, что нужно обновить армяно-российский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, что нужно обновить эти отношения с тем, чтобы им придать современное, новое звучание. И это будет способствовать тому, чтобы Россия больше присутствовала в Армении и в военном, и в военно-политическом, и в экономическом, и в культурно-гуманитарном, и, наконец, вообще в цивилизационном отношении в Армении. И это будет способствовать увеличению нашей безопасности, нейрализации угроз, которые идут со стороны Турции и Азербайджана. Я думаю, что при нерешенности наших вопросов с Азербайджаном и с Турцией, с Турцией у нас вообще отсутствуют дипломатические отношения, максимальное напряжение к границу защищают русские пограничники, закрыты автодороги и транспортные, значит, все магистрали. С Азербайджаном у нас состояние конфликта из-за вопроса Нагорного Карабаха. Не видно конца этому конфликту, и не видно, когда мы приступим к глобальным переговорам по нормализации отношений, и все это создает очень серьезную напряженность на наших всех границах. Большая часть наших границ защищается русскими войсками, российскими миротворцами и вооруженными силами. Я думаю, что многое нужно пересмотреть в политической концепции, глобальной концепции Армении, каким образом сделать ее состоятельной в современном смысле как независимого государства, придать ей большей безопасности и найти пути, найти использование внешнеполитических ресурсов, не только российских, но и от остального мира, для укрепления этой стабильности. Очень шаткое сейчас положение, очень хорошее положение, все должны задуматься на эту тему. Я рад, что основные политические партии в Армении пришли к тому, что фактор армяно-российских отношений, он доминирующий, он самый главный в нашей внешнеполитической повестке. Ну и, соответственно, этим реальным нужно обновить всю нашу концепцию внешней политики. В соглашении от 9 ноября о прекращении огня в Карабахе говорится также о разблокировке коммуникаций в регионе. На ваш взгляд, это Армении дает больше перспектив на развитие или какие-то содержат угрозы? Спасибо за вопрос. Нужно понимать, что современная Российская Федерация, наш главный военно-политический союзник и стратегический союзник и партнер, сегодня убежденно стоит на позиции возобновления транспортного сообщения на Южном Кавказе. Это нужно понимать. Это позиция президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это ожидание наших союзников по ЕАЭС и ОДКБ от наших транспортных коридоров и от нашего Южно-Кавказского региона в целом. Это ожидание Ирана по большему участию в сотрудничестве ЕАЭС, вплоть до вхождения в Евразийский экономический союз. Это желание Турции увеличить свое влияние, продвинуться на восток и объединиться с тюркскими государствами Центральной Азии в рамках проекта Большого Турана. Все это способствует тому, что мы должны понимать, что, конечно, необходимость возобновления транспортного сообщения в Южном Кавказе это виление времени. Просто нам нужно понять, как это сделать, чтобы не утонуть в этом новом море испытаний, не стать пострадавшими от ненависти и вражды и от односторонней экспансии в нашу сторону, а быть бы полноценными партнерами всего этого процесса, иметь равные возможности с другими государствами в использовании транспортных коридоров, в том числе через Азербайджан и Турцию. И для этого нужны очень серьезные переговоры. Нужно для этого продвижение с мертвой точки армяно-турецкого диалога. Я, например, стою на том, что еще в 2008-2009 году во время футбольной дипломатии с огромным трудом были достигнуты результаты, по которым было понимание, что нам с Турцией необходимо установить дипломатические отношения, разблокировать транспортные магистрали без предварительных условий, а с учетом факта того, что мы есть независимые государства, соседствующие друг с другом. Так вот, сегодня пусть не пользуются итогами 44-дневной войны, и пускай не добиваются того, чтобы пересмотреть уже существующие достижения в 2008-2009 году. Если мы будем открывать транспортное сообщение, то только на условиях, без предварительных условий, только с желанием фактической констатации существования наших стран в нашем взрывоопасном, очень лабильном регионе. И, конечно, я снова хочу подчеркнуть, Армения должна иметь такие же возможности использования азербайджанских и турецких коммуникаций, какие будут иметь Азербайджан и Турция в вопросе с Арменией. Никак не меньше. Арам Веленович, во время вашей конференции было в том числе отмечено, что Азербайджан сейчас обсуждает возможность вступления в Евразийский экономический союз. На ваш взгляд, насколько для Армении будет приемлемо такое развитие событий? Видите ли, мы долго думали над тем, как сделать Нагорно-Карабахскую республику, республику Арцах, частью большого экономического пространства, которое мы называем Евразийский экономический союз? Если вступление Азербайджана в этот союз, чего наверняка очень хотят и Россия, и Беларусь, и Казахстан, будет способствовать тому, что приведет к большей стабильности и снимет часть напряжения в наших отношениях, создав дополнительные возможности для такого экономического взаимодействия, которая в перспективе, в далекой такой, которую сейчас не видно, если честно говорить, но она должна быть, эта перспектива, это в едине должно быть принципиально. Вот если будет способствовать этому видению создания безопасного, мирного, мирно-безопасной атмосферы в регионе Южного Кавказа, то, конечно, я самое главное скажу, республика Армения имеет равный с Россией, Беларусью и Казахстаном голос, и с Киргизистаном голос. И он, как маленькое, но реальное, независимое, существующее государство, должно использовать эту возможность для того, чтобы продвигать свои внешнеполитические наработки, в том числе и по укреплению безопасности Армении. Если наша дипломатия, наша политическая система будет в состоянии того, чтобы убедить наших партнеров России, Беларусью и Казахстан, а это нужно делать с умением, с пониманием процессов и с чистой душой, что называется, то тогда, почему бы и нет, эта перспектива может стать реальностью. А если нет, то тогда мы еще долго, много лет будем говорить о том, что существующая вражда, ненависть, армянофобия доминируют на Южном Кавказе, в Азербайджанно-армянских отношениях. Это ни к чему хорошему не приведет, не будет прибавлять безопасности ни Армении, кстати, и не Азербайджану. Так что, есть повод расширения Евразийского экономического союза, есть неплохой повод для того, чтобы заставить всех задуматься над укреплением безопасности и стабильности на Южном Кавказе. И сейчас одна из самых обсуждаемых тем это признание со стороны Джо Байдена геноцида. И на ваш взгляд, чем это признание ценно для армян, кроме моральной стороны, что последует за этим признанием? Спасибо вам за вопрос. Я как армянин, я как гражданин Республики Армении, очень тронут заявлением президента Соединенных Штатов Америки, Джозефа Байдена, он признал геноцида армян, второй после президента Рейгана, президент Соединенных Штатов, который сделал такое признание, такое заявление. И это, конечно, очень большой вклад в международное признание и осуждение геноцида армян в Османской империи. Турция и Азербайджан не принимают, так и не принимали все это время, последние 50-60 лет борьбы за международное признание и осуждение геноцида армян. Не принимали этот вопрос, не принимают, и в обозримой перспективе вряд ли что-то в их планах изменится, но я думаю, что признание Соединенными Штатами факта геноцида армян именно в этой трактовке, как геноцид, как запланированное, продуманное властями и проведенное в полном сознании убийство полтора миллиона человек на их исторической родине, то это понимание должно сейчас стать доминирующим для цивилизованного мира. Я думаю, что главный результат, чего хотели добиться армянские организации, армянская общественность, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, это то, чтобы у Армении была большая безопасность, у Армении была бы большая стабильность. Я, как автор в 2007 году небольшого абзаца в концепции национальной безопасности Армении о геноциде армян, там было написано, что является фактором укрепления национальной безопасности. Участие Армении в международной борьбе за признание и осуждение геноцида армян направлено на укрепление безопасности Армении в нашем хрупком регионе. Вот я и сейчас считаю, что это признание и эта борьба должны способствовать к укреплению основ нашей безопасности, нашей национальной государственного суверенитета и независимости. Если цель всей этой борьбы философской, если цель всей этой борьбы не допустить повторения геноцида вновь, то признание Соединенными Штатами играет здесь принципиальное значение. И еще раз спасибо президенту Байдену. Арам Веленович, большое спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Субтитры сделал DimaTorzok